Для моих лет у меня довольно милый голос. Не то, чтобы я был от этого в восторге. Приходится напрягаться, чтобы мои слова воспринимали всерьёз. А ещё все думают, что мне 14. Но во всяком случае, сегодня он будет наконец в тему. Потому что это видео про Адзумангу. Аниме такое же милое, сколько и обманчивое. Чей юмор превзошёл своё время. Поэтому она получила второе дыхание сегодня. Я считаю, что сейчас самое время о ней поговорить. В Адзуманге, пожалуй, нет ничего особенного. Хотя, возможно, тем она и особенно. Не могу сказать, есть ли в ней какой-то определённый посыл. Или что-то уникальное, из-за чего оно заслуживает такого большого эссе. Я решил сделать это видео просто потому, что хочу. Просто почувствовал, что должен. Я безумно хочу, чтобы видео про Адзумангу было на моём канале. Украшало его, словно красивая медаль. Хочу как-то ассоциировать себя с ней. Уж очень она запала мне в душу. Хочу рассказать про неё всё, что я знаю и думаю. Поделиться интересными фактами и своими философскими рассуждениями. И без лишних слов сразу начну делиться интересными фактами и своими философскими рассуждениями. Около 20 лет назад на экранах японских телеканалов, а позже на лицензионных DVD загнивающего запада и на пиратских дисках СНГ пространства появилась... Адзуманга. Как и многие аниме нулевых, она заточила в себе дух своего времени. Я, знаете ли, ранний зумер, так что нулевые тоже видал. Хотя не совсем в сознательном возрасте, и помню их слишком смутно и отрывочно. Зато очень ярко и красочно. Так что и для меня Адзуманга это что-то ностальгическое. И это ностальгия не по временам, в которых я жил, или по временам, в которых я не жил, но по временам, в которых я почти не жил. И вот не так давно популярность Адзуманги снова начала расти. Она вновь стала уместна. Появилось и продолжает появляться огромное количество мемов, благодаря которым многие про Адзумангу и узнали. А я узнал о ней через тот самый ролик, где Осака говорит свое легендарное... О май гааа! Адзуманга стала чаще встречаться у людей на аватарках, паблики с артами стали чаще постить арты с Адзумангой, пару лет назад кто-то закинул Мэдисону 10к на стрим, чтобы он посмотрел Адзумангу и снова нихера не понял. Я вообще ничего понять не могу, они друг к другу подходят и превращаются в детей, блин. Потом опять взрослых, потом опять в детей, или кто-то из них дети. На самом деле Адзуманга не впервой становится популярной, причём не только в Японии или в Америке, но даже у нас. 12-16 лет назад Адзуманга была королевой нарезок на ютубе, которая сейчас охотно пародирует, так что не посмотрев на дату публикации, будет иногда сложно сказать современный это мем, или чья-то неумелая попытка освоить Windows Movie Maker в 2010 году. Да, мемы по Адзуманге это не просто современный тренд из тиктока, они существовали ещё до появления ютуба. И все эти видео, они как хорошее вино, как мамка Стифлера. С годами стали только лучше, пусть и заметить это смогут лишь истинные ценители. Чего только стоит вот этот шедевр. Или вот это милое АМВ на песню «Учат в школе» для конкурса на аниме-фестивале «Танибата 2007». Книжки добрые любить и воспитанными быть, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вроде бы мелочь, а передаёт всю наивность и простоту тогдашнего интернета, как ничто другое. Вот вам лайфхак от меня. Наберите латиницей Азуманга в поиске на ютубе, поставьте сортировку по количеству просмотров и наслаждайтесь увлекательной веб-археологией. Это настоящее окно в ту эпоху, когда большой круг людей только начинал осваивать ещё мало знакомый для них интернет. А плохое качество этих роликов, словно изначально оно было хорошим, а состарилось уже спустя года. И эта ядрёная атмосфера солнечных нулевых содержится не только в старых мемах по Азуманге, но и в самой Азуманге. Персонажи аниме почти не пользуются мобильными телефонами, стоят в очереди в магазинах за видеоиграми, смотрят в справочники, когда хотят найти нужную информацию, или покупают тематические альбомы, чтобы листать их на досуге, вместо того, чтобы скроллить ленту, как мы. Даже интернет у них был доступен только в библиотеке. Чем хороши нулевые, так тем, что тогда у людей уже было всё то, что есть у нас сегодня, но не в таком избытке. Так что они, кажется, ценили это намного больше. Сейчас же нам часто приходится сознательно ограждаться от постоянного потока информации, чтобы просто чувствовать себя лучше. Я им даже немного завидую. Интересно, кстати, что первой адаптацией Азуманги в аниме стало короткое четырёхминутное видео под названием «Адзуманга в Эбдаё», в котором девочки решили записать на камеру послание в будущее и закопать кассету с ней во дворе школы. Этот короткий мультик раньше можно было посмотреть только на официальном сайте Азуманги, и якобы изначально планировалось выпускать аниме по ней только в интернете. То есть она изначально планировалась как вещь, которая покорит интернет. Но вообще у ролика такая необычная атмосфера, как будто это бэкстейдж со съёмок Азуманги. И да, эта картинка не фотошоп, а реальный момент из аниме. Но, конечно, главная причина, почему Азуманга так полюбилась публике, это не только ностальгия по нулевым, и необычный, похожий на современный юмор. Ведь какой тогда был смысл смотреть её людям в нулевых? Главная причина успеха Азуманги это... Само аниме Лоу. Его атмосфера, хорошо прописанные персонажи, милый пряничный саундтрек, и приятная глазу до сих пор не заезженная рисовка и цветовая гамма, которая во времена выхода Азуманги казалась особенно необычной, и выделяла её на фоне остальных похожих тайтлов. По опросу Министерства культуры Японии в 2007 году, Азуманга заняла 16 место среди лучшей манги всех времён. 13 место, кстати, заняла манга Юцуба от того же автора, Киохико Адзумэ. Хотя, казалось бы, там ведь нет ни умопомрачительного сюжета, ни божественной рисовки, ни какого-то определённого морального посыла, ни романтической линии, местами даже нет нормально прорисованных фанов. Нельзя даже толком сказать про что она, кроме того, что это аниме-комедия про старшеклассниц. Но под это описание попадает, наверное, 80% всей манги. Автор назвал своё творение Адзуманга Дайо, скрестив своё имя со словом «манга» и добавив туда название журнала, где она опубликовалась. То есть Адзуманга – это просто манга Киохико Адзумэ, и всё, они больше не меньше. Повседневность группы японских старшеклассниц – такая, какой он видит её сам. Кажется, он не особо парился над тем, что подумают про неё люди, и не надеялся на такую большую популярность, нарисовав Адзумангу просто так, как сам захотел. Думаете, он мог рассчитывать на такие высокие продажи, добавляя туда столько непонятных затянутых моментов и учителя-извращенца, чьё поведение порой выходит за рамки обычного комедийного аниме. В наши времена толерантности такое бы точно никто не одобрил. Но, видимо, это простота душевности непринуждённость и подкупили зрителей. Рынок аниме-манги, как тогда, так и сейчас, забит тоннами тайтлов, сделанных под копирку, чьи авторы в первую очередь хотят заработать и для этого идут по уже знакомому, хорошо проверенному пути. А тут появляется вот это душевное и кривое нечто, выбившее большинство существующих на тот момент шаблонов. Не имеющее ничего, кроме своей искренности и самобытности, которой оказалось вполне достаточно, чтобы занять шестнадцатое место среди лучшей манги всех времён, по мнению японцев. А ведь что интересно, сам Киохи Коадзума даже не планировал рисовать мангу про старшеклассниц. Её у него заказал журнал Денгеки Дайо, а его главной идеей всегда была Юцуба, которую он задумал ещё до выхода Адзуманги. Никто и не знал, что этот случайный заказ окажет такое сильное влияние на жанр школьной повседневности в аниме. Очевидно, например, что Адзуманга повлияла на автора мелочей жизни Кэйти Арави, который говорил об этом в интервью. Кстати, Кэйти Арави даже нарисовал настоящую главу Адзуманги в издании, приуроченной к её десятилетию. Так что между Адзумангой и мелочами жизни существует настоящий каноничный кроссовер. Мелочи жизни это если вы возьмёте Адзумангу и выкрутите в ней безумие на максимум, а если вместо безумия выкрутите ламповость, то получится мой любимый Кэйон. В Кэйоне я, кстати, нашёл одну идентичную сцену, как в Адзуманге, так что его автор тоже мог быть с ней знаком. А вообще сложно сказать, сколько именно авторов, похожих Юнгом про школу, Адзуманга действительно вдохновила. Хотя что-то мне подсказывает, что всех. Конечно, далеко не каждый из них давал интервью, которое ещё к тому же можно найти на английском языке. Но действительно видно, что именно после Адзуманги число подобных манг резко возросло. Так что мы, наверное, действительно можем поблагодарить её и за Лаки Стар, и за вышеупомянутые Кэйон с мелочами жизни, и за Kill Me Baby, например. Или... Поставьте сюда любое культовое комедийное аниме про школьниц из нулевых. Конечно, скорее всего, я просто сейчас пытаюсь превысить значение Адзуманги, чтобы оправдать тот факт, что я делаю по ней видео. Но не только я подмечал, что она и правда была одной из первых в своём роде. Единственное только, что незадолго до Адзуманги начала выходить манга «Учительский час», на которую она подозрительно похожа по своей концепции и персонажам. Но «Учительский час» не стал и близко таким же популярным, и в итоге сам теперь больше похож на нелепую калькус Адзуманги. Получив свою запоздалую и очень дешёвую адаптацию спустя много лет. Кстати, не знаю, мог бы я сам заметить это на Википедии, но посмотрев ролик Кинниг Клиника про стори Теллинг Адзуманги, я узнал про одну интересную вещь. Поэтому следующая мысль не моя, а Кинниг Клиника, и его видос я оставлю в подсказках. Но не пересказать её тут я просто не могу, потому что это крупное видео про Адзумангу, а мысль очень-очень интересная, и я даже сам не понимаю, как я до неё не додумался. Так вот, дело в том, что во время выхода аниме, Адзумангу показывали по японскому ТВ не целыми сериями, а небольшими отрывками. А весь эпизод крутили только в конце недели. Думаю, это не самый инновационный подход, но наверняка рабочий. Ведь кто откажется посмотреть пятиминутный скетч с весёлыми старшеклассницами в перерыве между просмотром любимого аниме или передачи? А значит, с Адзумангой могло познакомиться больше людей разных интересов и возрастов. Кроме того, манга публиковалась три года. Ну, чуть больше. И в самой Адзуманге тоже от начала истории до конца проходит три года. Конечно, с большой натяжкой, но Адзумангу можно было назвать мангой в реальном времени. Там даже главы делятся на месяцы. А значит, целое поколение японских старшеклассников с 99 по 2002 провело свои школьные годы почти одновременно с героинями Адзуманги. И они могли наблюдать за этим параллельным миром, заглянув, например, в супермаркет по дороге до Майса-школы. Это тоже могло повлиять на популярность Адзуманги среди большого числа японцев. Раз уж в рейтинге, она даже Хантера в своё время обогнала. Ещё Хелсинг, Берсерка с монстром, Кулак Северной Звезды и Мистера Ветеринара. Офигеть! Даже Мистера Ветеринара! Вряд ли, конечно, Адзуманга специально задумывалась как параллельный мир для японских школьников. Скорее всего, дело в фирменном стиле повествования Адзумы, который любит, чтобы время в его историях развивалось, цитата, «медленно, но неуклонно». Манга Юцуба, например, выходит уже больше 19 лет, а главной героине там до сих пор 5, если я не ошибаюсь. А между прочим, за это время я вырасти успел. Адзумангу право, медленной и спокойной никак не назовёшь. Она может порадовать, как долгой затянутой сценой, заставляющей зрителя проверять, не завис ли у него экран, так и динамичными моментами, с весёлой сумасшедшей дичью, виновницами которых чаще всего становятся Тома и Лью Карри. Адзуманга — это вообще один большой троллинг. Она ведёт себя, как детское аниме, но регулярно ломает выстроенную собой же невинную атмосферу взрослыми шутками. И да, я знаю, что есть такой жанр, как мое, рассчитанный на взрослую аудиторию, где милые анимешные девочки делают милые вещи, и где тоже бывают взрослые шутки, и никто не называет их детскими. Ну, кроме нормисов, конечно. Но Адзуманга почему-то действительно создаёт такое впечатление. Даже у меня, который пересмотрел уже не один десяток подобных аниме. Возможно, благодаря своей мягкой цветовой гамме, милому стилю рисовки и саундтреку, или её общему наивному доброму настроению. Сначала и правда может показаться, что ты куда-то не туда попал, и что это скорее скучная передача для маленьких девочек, чем то самое прославленное мемное аниме. Многие, кстати, поэтому её и дропают на первых сериях, как однажды сделал и я. Но на самом деле Адзуманга не для детей. И нет, я не имею в виду не для детей, а ну просто не для них в первую очередь. Дети-то, конечно, могут смотреть Адзумангу, и им понравится. Она лишь может показаться местами слишком абстрактной и непонятной для них. Как и в принципе для людей, которые мало знакомы с аниме. А ещё сложно поверить, что в каком-то детском мультике персонажи так часто будут получать боль. Адзуманга взрослая, но не из-за какой-то там пошлости. Да, там есть шутки про размер груди, есть учитель-извращенец, который любит старшеклассниц, есть великолепный момент с откровением пьяной Няма на даче, но это всё показано максимально лайтово, и призвано скорее лишь сломать выстроенную милую атмосферу сериала, на фоне которой эти ситуации выглядят особенно смешно, нежели создать аниме-версию Южного Парка. Всё равно даже российское издательство, лицензировавшее мангу в русском переводе, поставило ей рейтинг 12+. Так что волноваться не о чем. Наверное. А уж фансервис Адзуманги, это вовсе не грудь, как многим могло показаться. Уж мы-то знаем, что ради зрителей японцы сисека обычно не жалеют, а тут, ну, как-то слабенько. Учитывая, что в прошлом Адзума рисовал хентайные дадинси. Фансервис Адзуманги чисто плутонические. Это её милые, хорошо проработанные персонажи. Такого набора вполне достаточно, чтобы люди покупали мерчи-фигурки с ними. Вот, например, Осака. В её образе нет совершенно ничего вызывающего, что не помешало ей стать самой мемной и популярной девочкой из Адзуманги. А всё дело в её необычном характере и мышлении. Она беспрерывно о чём-то думает, порой не обращая внимания на происходящее вокруг, а ещё чудовищно мило тупит. Ходят слухи, что Марк Цукерберг вдохновлялся именно Осакой, когда вёл себя как робот на судебном заседании. Хотя нельзя сказать, что Осака тупая. Всё-таки она как-то поступила в свою школу, которая в аниме считается достаточно престижной. Да и за тесты она 40 баллов кое-как набирает, а в караоке вообще 65 набрала. К тому же она легко отвечает на логические загадки, с которыми не справлялась даже такая отличница, как Чио. Так что она скорее гений, который думает не так, как все, живёт на своей волне и ей по кайфу. Плюс ко всему, она довольно обаятельная. Всегда интересуется, как дела у её подруг, никогда не откажет им в помощи. А ещё однажды специально явилась к Сакаке во сне, чтобы показать ей сокола, баклажан и фудзи. В Японии считается, что тому, кто увидит их в своём первом сне в году, непременно повезёт. По крайней мере, так было написано в сноске от переводчиков в манге. И Сакаке действительно повезло, но об этом чуть позже. Да, нам не просто нужно поменять своё отношение к Осаке, но и попробовать в некоторых аспектах жизни брать с неё пример. Она действительно умеет наслаждаться мелочами, и почти ни о чём не загоняется. Просто радуется жизни, хотя поводов для этого у неё не больше, чем у большинства из нас. Например, она была безумно счастлива, когда у неё получилось правильно разломать палочки для еды, потянув их за кончики, кайфовала от того, что на улице начал идти тайфун, или по-детски радовалась, узнав пару новых слов на окинавском диалекте, и стала использовать их где попало. Есть ещё мысль, что её характер – это попытка сломать стереотипы о жителях префектуры Осака, которая, наоборот, считается шумными и энергичными. Ну, как Филти Фрэнк. Он же из Осаки, если кто не знал. А Осака из Адзуманги – это его полная противоположность. Её, кстати, зовут Аюму Касуга, но это никого не волнует. В общем, отличная девушка, добрая и понимающая подруга, обладательница легендарной финки НКВД, ауешница, забывчивый и невнимательный гений, чемпионка по художественному зеванию, и, пожалуй, действительно, один из персонажей за всё время. В английском дубляже озвучено нормально, в оригинале разговаривает как Янг Лин, а во вьетнамском – просто шедеврально. Ещё в русском издании 2014 года её почему-то сделали одесситкой. Так они решили перевести Осакский диалект на наши реалии. Я нашёл нужную частоту сейчас. Ты не прав, Лома! Ты шо, держава таки не за концы? Я кому орила брать за концы? Тому тян, ты без руки, а шо? Ой, блин. Я... Ну шо сказать, таки это была Осака, а мы таки погнали дальше. Я уже начал говорить про персонажей и перечислять их особенности, потому что это и есть главный секрет от Зуманги – её персонажи. А так как больше ничего выдающегося в ней не... Тома Тян, весёлая, энергичная, полная энтузиазма старшеклассница, врывается в наше видео без флешки и без предупреждения. Тома полно энергии, которую она явно тратит совсем не туда. Вместо того, чтобы заниматься полезными делами, она периодически вытворяет пакости. То парты раскидает, то ушатает свою подругу Йоми подручным предметом, то до усрачки напагает Чио, то забудет нужный иероглиф, то мусорнётся, то кинет плотную, то наведёт суету в костюме кота, то узнав о том, что у Чио Чан есть только один ключ от дома на даче, выхватывает его у неё из рук в последний момент и кидает в лес. Крайне продуктивная и деятельная девушка. Но не подумайте, что из-за этих пакостей я отношусь к Тома плохо. Наоборот, я их просто обожаю. Особенно, когда она решила надеть костюм кота и побегать в нём по школе. Эта сцена такая... Ну, выглядит так... Сюрреалистично, что ли? Я не знаю. Ну, посмотрите сами. Это же эпигенно. Если бы я был режиссёром аниме, то всё моё аниме состояло бы только из таких эпизодов, честно. Ну, кстати, Адзуманга, в принципе, вся из них и состоит. Они наполнены сумасшествием, словно странные шутки, которые приходят иногда к нам в голову, но которые мы боимся пошутить. И мне кажется, Адзума, придумывая сюжет для Адзуманги, так и работал. Просто не отвергал эти сумасшедшие шутки. Ведь оригинальность — это не только умение создавать что-то новое, но и смелость, чтобы это новое кому-то показать. Тома Тян — ярко выраженный холерик. Ей почти бесполезно пытаться себя дисциплинировать. Ну, в общем-то, она и не пытается. Но однажды она всё-таки смогла себя превзойти. А всё ради того, чтобы потроллить свою подругу Йоми. Йоми была уверена, что у Тома не получится поступить в одну школу с ней. Тогда, только ради того, чтобы увидеть её удивлённую рожу, Тома подготовилась и поступила. Вот до чего порой может дойти желание людей кого-то затроллить. Благодаря Тома аниме смотрится куда веселей, а панчи, связанные с её гиперактивностью, способны по-настоящему рассмешить. Тома так громко визжит, что однажды, пока я смотрел Адзумангу, ко мне зашёл отец и спросил, что за дичь я включил. После Осаки она самый мемный персонаж в Адзуманге, но ещё лучше, они обе смотрятся в дуэте. НАНИ СОРЕ! ОКАСИ! НААТААААНДАКИ! О-о-о-о-о-ка-си-а-си! НААТААААНДАКИ! Йоми-Тян. Йоми-Тян. Она тот персонаж, который всё время сидит, смотрит на то, что вытворяют эти двое, и такая... Бля, какие же вы... Серьёзная, дисциплинированная, хорошо учится и плохо поёт. Плохо поёт, но зато делает это от души. Помешана на похудении, хотя невооружённым глазом видно, что ей не надо. Она, в общем-то, самый обыкновенный персонаж Адзуманги. Хотя я бы не сказал, что Йоми скучная. Есть в аниме очень много милых моментов, когда она сходит с ума, и её спокойный, адекватный образ ненадолго пропадает. Например, мы видим, как она сильно тащится от американских горок и острой пищи, с каким энтузиазмом она троллит Осаку в столовой, или с каким воодушевлением и радостью слушает ответ на свой анонимный вопрос от ведущих на какой-то дебильной радиопередаче. Если вы в числе тех, кто находит такие вещи очень милыми, то Йоми-Тян вам определённо понравится. Вообще, сюжет Адзуманги к Йоми слишком жесток. Она стала последней, кто поступил в университет, ей вообще много раз за сериал не везло, да ещё у неё и подруга такая токсичная. Ну, она классная, но, блин... Ну, блин... Чио-Чан 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 есть смысл земли. Пусть же ваша воля говорит, да будет Чио-Чан смыслом земли. Поистине, человек — это грязный поток. Нужно быть морем, чтобы принять его в себя и не стать нечистым. Смотрите, я учу вас о Чио-Чан. Она — это море, где может потонуть ваше великое презрение. Человек — это канат, натянутый между животным и Чио-Чан. Канат над пропастью. Фридрих Ницше Так говорил Адзуманга. В основе Чио-Чан, как вы уже могли догадаться, лежит идея Ницше о сверхчеловеке. Чио-Тян — ребенок. А ребенок — это финальная стадия трех превращений духа. Как дух становится верблюдом, львом — верблюд и, наконец, лев — ребенком. Но почему хищный зверь должен стать ребенком? Что может сделать ребенок, чего не может даже лев? Дитя — есть невинность и забвение. Новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово «утверждение». Святое слово «утверждение», то есть собственная воля, что есть у духа, которая нужна для игры созидания. Посудите сами. В начале Адзуманги Чио-Тян 10 лет. Именно 10 лет провел Заратустра в горах, прежде чем спуститься и начать учить людей о сверхчеловеке. Она является репрезентацией мудрости, что вобрал в себя Заратустра за эти годы одиночества. О том, что Чио-Тян сверхчеловек, говорит даже одна из ее одноклассниц, когда замечает, насколько много всего она умеет. И это не просто шутка от переводчиков. Она действительно произносит слово, которое используется в японском переводе книги. И действительно, Чио-Тян становится одной из лучших выпускниц своей школы. Ее способности феноменальны. И на самом деле, школа как таковая ей не нужна была, ибо Чио-Тян и так прекрасно знает всю школьную программу. Посмотрите, ведь нам даже не показывают ее родителей. А единственный намек на ее отца, это летающий кот с явно сверхъестественными способностями, который является к ее подругам во снах и наставляет их на путь истинный. Ее собака, это большая перенейская порода, которая издавна использовалась как пастушья или охранная. Она присматривает за Чио-Тян и защищает ее, пока та выполняет свою миссию. И пусть вас не вводит в заблуждение физическая слабость Чио-Тян и ее житейская неопытность, которой пользуются некоторые ее подруги и учительница, чтобы над ней подшутить и увидеть ее милую реакцию и послушать, как она прикольно визжит. Ведь это и есть то, что делает дитя детем. Невинность и забвение. То, что позволяет ей в полной мере наслаждаться этим миром. А значит, она на верном пути. А если у вас остались сомнения, то посмотрите сюда. Да, Чио-Тян так и не научилась печь хлеб. Чио-Тян могла быть пробой Адзумы описать образ ребенка в большой манге, потому что она довольно сильно напоминает Йо Цубу, особенно внешне. По темпераменту она больше всего сангвиник, ну или скорее пингвиник. Каждое утро Чио делает радиозарядку, как старушка или как тот ботан из норвежского леса. Ее Сэйю сама по себе очень на нее похожа. А ее голос настолько высокий, что, по легенде, после того, как она надышалась гелием, он почти не изменился. А еще ее хвостики могут опускаться и подниматься, в зависимости от ее эмоций. О нет, Чио-Чан, это просто ужасно. Что такое, Осака-сан? Что случилось? Чио-Чан, я кажется, потеряла свой дзурфин. Я, кстати, сейчас заметил, что все главные персонажи Адзуманги поровну делятся на лентяев и собранных. Четыре собранных, Чио-Тян, Йоми, Сакаки и Ньяма и четыре лентяя. Тома, Кагура, Осака, Сосака и Юкари. Вот о последней мы сейчас и поговорим. Юкари самый настоящий холерик. Спыльчивая и очень зря однажды посмотрела и Ниша Лги. Ее скоростное вождение оставило неизгладимый отпечаток на психике Чио-Тян. Так что при виде машины у Чио начинаются флэшбеки. Юкари транжирит деньги, любит выпить и точно не смотрела ни одного из развивающих, мотивирующих роликов на Ютубе о том, как изменить свою жизнь. Ее подруга пыталась научить ее составлять план дня и развиваться, двигаться вперед, инвестировать в акции по ссылке в описании. Вставать в 6 утра, как Билл Гейтс, обливаться холодным душем, но Юкари непробиваема. А вот когда ей что-то нужно, она становится очень упрямой. Да она настолько дерзкая, что даже в опенинге заставила свою подругу поменяться местами. Она совсем не растрогалась, когда ее ученицы выпускались из школы, а вместо этого грустила из-за того, что просрала кошелек. Хотя, тут все вроде нормально. Я бы тоже грустил. Ну, можно ли про нее сказать что-то хорошее? Ну, может быть, в глубине души она любит свою работу, там... Ньяма. Если честно, не помню ее полное имя, и мне сейчас лень гуглить, пока я пишу сценарий. Ньяма дисциплинированная, так что даже на зарплату физручки смогла съехать от мамы и приобрести себе кошерную иномарку. БТВ у Юкари этого не получилось. Она добрая, нравится ученикам, терпит свою подругу и не может найти себе жениха. Хотя, судя по всему, в отличии от Юкари, он у нее когда-то был. Ну или у них обеих уже есть внебрачные дети, знаете, тут в аниме много пространства для теории. В Адзуманге практически нет романтики в привычном понимании. Но зато на нее есть много намеков и связанных с ней шуток. Например, тот легендарный момент, когда Ньяма напилась, чтобы не дать сделать этого Юкари, ибо Та не умеет себя контролировать. И Тома Тян, пользуясь этим, сумела выпытать у нее тайны романтической жизни. Хотя и что именно она рассказывала, мы не знаем. Судя по всему, что-то весьма любопытное. И глядя на то, с каким интересом девушки слушали ее, можно сделать вывод, что романтика им не чужда. И что она тоже их интересует. Просто в сериале этого не показывается. Ведь все-таки Адзуманга это одно из тех аниме, которые мы смотрим, чтобы от всего этого отдохнуть. Последний лентяй на сегодня – Кагура. На самом деле, она не такой уж и лентяй. Они парятся по учебе только потому, что плотно занимается спортом, и для нее важнее он, чем наука. Но почетное место в легендарном трио бездельников она занимает. Кагура заносчивая, но меньше, чем Тома. И иногда пытается брать себя в руки. Однажды, слишком заигравшись и натворив фигню, она даже начинает рефлексировать из-за этого. И, блин, какая же это жиза. В классе Юкари она оказалась только потому, что та с ее помощью хотела выиграть школьное соревнование. Веселые старты, короче. Для Кагуры же главное было соперничать с Сакаки-сан. Которая этого вовсе и не хотела, и вообще не была в восторге от своих природных способностей. Чего та никак не могла понять. Кагура, якобы так называемый, ныне популярный типаж девушек под названием Том Бой. Что вполне может быть правдой. Она не знает названия почти ни одного вида цветов, любит активное времяпровождение, рисует котиком пиратские повязки, играет в видеоигры и никогда в жизни не надевала Юкату. Делает ли что-то из перечисленного ее менее милой? Никак нет. Кагура, кстати, очень напоминает мне моего кореша, потому что она тоже смуглая, тоже занимается плаванием, как и он, тоже любит рефлексировать. Никуха, я про тебя говорю вообще-то. Привет тебе, если ты это смотришь. Ну конечно смотришь, я ж тебе это показываю сейчас. Дальше, пожалуй, мой самый любимый, да и не только мой, персонаж это Сакаки-сан. С виду грозная, а на самом деле любит котиков и мечтает стать цветоводом или ветеринаром. Похоже, что именно она запустила тренд на черноволосых, грозных на вид, но добрых в душе и обожающих котиков девушек. Таких, как, например, Юкина Шита Юкина из аниме или Ранабе Оригайру, которая тоже любит котиков и тоже грозная на вид. А еще она обожает плюшевых панд. Правда, последняя действительно строгая, а Сакаки такая лишь со стороны. И пока все думают, что в игровых залах она рубится в файтинге или гонке, та вытаскивает плюшевых котиков из автоматов с игрушками. Она обожает котов, но не может их себе заводить, потому что у ее родителей аллергия, да и сами коты ее очень боятся. Так что даже обыкновенного уличного кота Сакаки погладить не может. Тем не менее, поскольку у нее, походу, есть иммунитет к бешенству, она не прекращает попытки с ними подружиться и все время терпить неудачи. Сакаки только и мечтает о том, чтобы найти котика, который не станет ее кусать. А исполнение этой мечты всегда находится в одном шаге от нее, но каждый раз обрывается в самый последний момент. У каждого из нас в той или иной степени была такая мечта, которую в целом не так сложно осуществить, но именно у вас она почему-то не получалась. Вокруг вас полно тех, кого эта мечта совсем не волнует, или даже тех, у кого получилось ее осуществить. Да только не у вас. Благодаря тому, что она не сдавалась, у нее получилось встретить его во время поездки на Акинаву. А может быть дело и не в том, что она не сдавалась. Ведь каждый раз, когда она делала попытки, она от этого только страдала. А получилось все в итоге тогда, когда она совсем ничего не делала и не ожидала, что он появится. Ну или это Осака ей помогла. Кот, которого она нашла, это иремейтская кошка, или Яма Майя, или... Яма Майя! Обитает только на Акинаве и занесена в Красную книгу. И Сакаке пришлось оставить его там. Но она ему так понравилась, что в итоге он сам как-то до нее добрался. Проделав огромный путь, он упал в обморок, так что девочки отнесли его к ветеринару. Тот спросил у них, шо это за киса такая? Никогда таких не видел, говорит. И Сакаке сразу ответила, что это гибрид, дабы старик не спалил, что это кошка из Красной книги, и чтобы его у нее не забрали. На самом деле, даже постоянные жители Акинавы могут не встречать этих котов долгое время. А уж тем более кажется невозможным, чтобы этот дикий вид котов подружился с человеком. Так что Сакаке невероятно повезло. Яма Майя очень подходит ей по характеру. По темпераменту она меланхолик. На уроках она смотрит в окно и думает о милых котятах. Сакаке мастер эскапизма. Если научиться мечтать, то даже самые душные уроки будут проходить легко. И смены на рыбном заводе тоже. Я например сижу на парах и мечтаю о том, как выпущу этот ролик. Кроме ответственных и лентяев, в Адзуманге есть еще один тип персонажей. Страждущие. Это Каарин, которая без ума от Сакаке, и Кимура Сенсей, который без ума от Каарин. В аниме существует некая любовная цепочка. И выглядит она вот так. Каарин втерилась в Сакаке, когда увидела, какое у нее милое белье с котятами. И не знаю, как после этого момента я все еще продолжал думать, что Адзуманга это детское аниме. Но даже такая ситуация, показанная в Адзуманге, настолько мило и невинно, что это не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Ну да ладно, у вас же там в России закон недавно ввели один. Про традиционные ценности. Так что не буду долго об этом говорить. Хотя, блин, в тех же нулевых по телевизору крутили нашу Рашу. Там тоже был такой персонаж. Да еще и шутки там были куда более жестокие. Горовщик с нетрадиционной сексуальной организацией. Но нашу Рашу пока никто не запрещает. Так что, думаю, к Адзуманге тоже никаких претензий быть не должно. Ох, ладно, о чем я там говорил? А! Каорин действительно милая, хотя и со сталкерскими замашками. Теряет рассудок каждый раз, когда видит Сакаки. Тут ее, конечно, можно понять. Эх, бедная Каорин. В Адзуманге ей приходится не сладко. Кроме того, что ее настигла безответная любовь, за ней еще и решил приударить ее стремный учитель. Кимура-сенсей устроился в школу, потому что ему нравятся старшеклассницы. Кимура пытается вести себя как обычный японский школьник. Все еще думая, что за подсматривание за старшеклассницами, он максимум получит полбу ботинком или чем-нибудь еще. Как это обычно бывает в аниме про школу. Ну вот. Классическая ситуация из аниме про школьников. Вот только он забыл, что он уже давно не школьник, а огромный 40-летний мужик. И вместо того, чтобы получить безобидным ботинком по лицу, он может загреметь за решетку по обвинению в домогательстве. К тому же неизвестно, как сильно его выходки могли сказаться на психике бедных девочек. Ему явно не хватило романтики в свои годы. Об этом, например, говорит тот момент из манги, когда на спортивном фестивале с костюмами он переоделся в школьника и попытался вручить любовное письмо Юкари Сенсей. На самом деле, он просто не в курсе, что фонсервис в Адзуманге чисто плутонический. Ах да, у него же есть жена. Причем очень милая и заботливая, с которой у них даже родилась дочь, что закономерно заставляет зрителей и самих персонажей аниме задаться вопросом, откуда? Причем даже сама жена Кимуры не может сказать, что именно она в нем нашла. Но, скорее всего, дело в том, что у нее плохое зрение. За свое небольшое экранное время она умудрилась дважды не заметить столб и впечататься в него, что, собственно, и позволяет мне сделать такой вывод. Ну и наверняка вы могли слышать, что благодаря тому, как назвал ее Кимура, в обиходе анимешников появилось слово «Вайфу». И вот, казалось бы, есть у тебя милая слепая вайфу, так не покупай ей очки и живи себе с кайфом, но нет, он еще за Каарин решил ухлестнуть. Та, конечно, пытается иногда найти в нем что-то хорошее, но он каждый раз срывает эти поиски своим излишним фанатизмом по ней. Из-за того, что Кимура собирает мусор на улицах и жертвует большие суммы на благотворительность, бедняжка Чио Тян тоже пытается в него как-то верить. Кстати, только сравните фотографию самого Адзумы и Кимуры Сэнсея. Совпадение? Ну, думаю, да. Есть в Адзуманге еще несколько интересных персонажей. Это, например, Чихиро-сан, которая просто добрая Тян для массовочки, и Чио-экранное время даже с моментами, когда ее почти не видно, составляет всего 12 минут. Тем не менее, у нее тоже есть свои фанаты. И правило 34. Пес Чио-Тян большой пиреней, ну просто собака. Тупо челик, которому все по кайфу и он за любой движ. Катает Чио на себе, позволяет Сакаке себя гладить, любит сладости и просто обычный французский работящий паренек. Побольше бы таких простых и душевных ребят в нашем мире. Последний персонаж на сегодня, это большой желтый летающий кот, который приходил во снах к Сакаке и Осаке. И, видимо, не только им, потому что с ним уже там мерч начали выпускать. А во сне Осаке та сказала ему, что он похож на Мори, скандального японского премьер-министра, который успел им побыть буквально год, с 2000 по 2001. Прямо пока печатная дзуманга была еще онгоингом. И вы сейчас сами можете оценить сходство между ними. Мори запомнился своими вызывающими высказываниями, из-за которых его и вынудили подать в отставку. Интересно, что за 20 лет с того момента он своим привычкам не изменил. И в 2021 году, став главой Олимпийского комитета в Японии, снова выдал панч, из-за которого поднялся скандал, и ему снова пришлось уйти в отставку. Настоящий политик уходит в отставку дважды. В общем, этот чел в свое время так отжигал, что японские журналисты прозвали его человеком-сердцем блохи и мозгом акулы. Он то попался, бухая с главой якудзы, то неуместно на публике пошутил про спид, а после того, как узнал, что американцы случайно атаковали мирное японское судно, на котором погибли люди, сказал окей и пошел играть в гольф. Короче, над своей репутацией мужик просто не парился, поэтому в один момент японцы решили, что на посту премьер-министра он им такой не нужен. Ну и вообще, судя по всему, они его до сих пор как-то недолюбливают. Причем, я бы не сказал, что он прям плохой человек. Просто слишком приземленный и откровенный для политика такого высокого уровня. Также существует байка, что на саммите в 2000 году Мори, встретившись с Биллом Клинтоном из-за своего плохого знания английского, вместо того, чтобы спросить у него, как дела, сказал ему, ты кто? А Билл ему ответил, что он муж Хиллари Клинтон. Тогда Мори сказал, я тоже. Видимо, желтый кот, пытаясь разговаривать на английском, тоже не понимая, что именно он говорит, напомнил Осаке этот анекдот. Поэтому она и сравнила его с премьер-министром. А еще в английском дубляже вместо Мори Осака сравнивает кота с Биллом Клинтоном, который тоже был неоднозначным правителем из-за скандала с изменой. Ну, собственно, неспроста эти двое были героями одного анекдота. А фразу о том, что он хотел бы быть птицей, желтый кот взял из реально существующей японской рекламы 98-го года, где рекламировалась японская школа английского языка. Да, уже тогда в Японии были школы английского языка, но им приходилось ходить туда самим. Хорошо, что теперь у всех есть интернет, и существует онлайн школа английского языка, ладно, и так понятно, что это шутка. А когда он говорит, что он кот, а не птица, он нарочно использует устаревшее местоимение, которым в Японии уже давно никто не пользуется. Специально, чтобы получилось название книги, которая у нас известна под именем «Ваш покорный слуга кот», за авторством Натсуме Сусеки. Ну, а в оригинале она, естественно, называется... Этот отрывок длится немного больше минуты, а там столько отсылок. И я напоминаю, что всё это происходило только у Осаки во сне, и вы всё ещё сомневаетесь в том, что она гений? А вот я всё же сомневаюсь. В смысле, Осака-то, конечно, гений. Я не в этом сомневаюсь. А вот в чём я сомневаюсь, так в том, не переоцениваю ли я Адзумангу. С одной стороны, это действительно милая и душевная история, которая повлияла на многих авторов последующей манги. Ну, и думаю, для вас уже не секрет, что она мне самому безумно понравилась. Я даже купил себе недавно печатный том манги, хотя и давно уже прочитал его в интернете. И теперь сижу, листая его вечерами, и радуюсь как дебил. А вообще, действительно ли Адзуманга стоит такой похвалы? Может быть, нас просто... Опять купили дешёвой повседневностью с милыми девочками и бесполезным сюжетом? Серьёзно, что это вообще за героини? Несколько кривых линий, простенький характер с парой отличительных черт. И вот тебе, милый анимешный персонаж. Теперь виобушники с радостью готовы умиляться и тратить деньги на фигурки с ним. Не нужно даже сочинять каких-то сложных сюжетных ситуаций, в которых могли бы раскрыться их характеры. Достаточно простеньких повседневных скетчей о школе, поездки на пляж и на экскурсию, до спортивного или культурного фестиваля. А другие, якобы вдохновлённые Адзумангой творцы, просто переняли у неё эту рабочую схему, которая повторяется из года в год и не устаревает по сей день. А мы ведёмся на неё каждый раз. Похоже, что хитрые японские капиталисты опять меня обманули и заставили всерьёз разбирать жизни Каракуль с анимешными глазками. Даже реклама не нужна. Люди сами начнут делать свои глупые мемы с ними, и тем самым пиарить аниме ещё больше, думая, что это оригинально и смешно. Там даже нет никакой морали. Единственная серия, где присутствует хоть какое-то рассуждение на философскую тему о том, стоит ли нам взрослеть, и то было добавлено сценаристами аниме, а в манго её просто не было. Ну или что там? Радоваться мелочам? Японцам, которые работают в фирмах по 10 часов в день и не могут позволить себе взять отпуск дольше одной недели, определённо нужно научиться радоваться мелочам. Как это обыгрывает аниме? Безусловно, романтизирует. Да, ты отдаёшь боссу все свои силы, зато как классно после работы выпить с коллегами. Или, да, в твоей работе почти нет позитивных аспектов, но давай-ка ты порадуешься мелочам. Да и характеры персонажей там вообще не меняются, они никак не растут над собой, и Кари и Тома как были бесячими выскочками, так ими и остались. Про Кимура я вообще промолчу. А куда подевались фаны? Почти половину хронометража нам скармливают статичную картинку и двигающихся человечков на фоне градиента, который кто угодно может создать в фотошопе за 2 секунды. Более того, Адзуманга даже не была придумана с нуля. В аниме «Учительский час», о котором я до этого говорил, и которая сделана по манге, что начало выходить аж на целых 2 года раньше, уже был и персонаж, помешанный на диете с дизайном Кокутома-Тян, и «Извращенка», которая одновременно похожа на Кимуру тем, что любит маленьких девочек, и на Сакаки тем, что грозная с виду и не использует свои физические данные. Есть девушка с детским лицом, которая любит всем помогать и над которой другие смешно издеваются, прямо как Чиотян. И даже персонаж, сходящий с ума по однокласснику своего же пола, как Каарин. Согласитесь, всё это звучит достаточно подозрительно. Может быть, Кехико Адзума не такой уж инноватор? Понимаете, мне никогда особо не нравились сериалы, особенно российские. Универами, интернами и прочими глупыми ТНТшными ситкомами я присытился ещё в детстве, когда одним из моих немногих развлечений был телевизор. Но позже я вообще перестал понимать, как люди в сознательном возрасте и неиронично могут такое смотреть. Я-то думал, что я не такой. А в итоге оказалось, что от любителей российских комедий я почти ничем не отличаюсь. Просто они предпочитают отечественную бесполезную херню, а я восточную. Всё это абсолютно то же самое, только под японским соусом. А как известно, японский соус самый вкусный. Под ним любая привычная и наскучившая вещь становится свежей и вновь интересной. Хотя в корне всё остаётся таким же. Зачем же я тогда сделал такое большое видео про дзумангу, раз она такая плохая? На самом-то деле, она мне безумно понравилась. И даже несмотря на то, что я попытался найти в ней какие-то минусы, а делал я это очень нехотя, все они вовсе не помешали мне получить от дзуманги такие хорошие впечатления. Да, мне безумно понравилось наблюдать за повседневностью этих простеньких анимешных порисулек. Какими бы глупыми и бессмысленными они на первый взгляд не казались. Просто пока я писал этот сценарий, я, кажется, так сильно расхвалил от дзумангу, что начал напоминать себе какого-то долбанутого помешанного атаку. Хотя не то, чтобы это было далеко от правды. Поэтому я и решил добавить эту ложку дегтя в свою огромную медовую бочку эскапизма. А то, что я говорил про плагиат, это я сильно преувеличил. Сначала и правда может показаться, что от дзуманга это плагиат, если сначала посмотреть на аниме, а потом уже на дату выпуска манг. Но дело в том, что экранизация учительского часа была выпущена с большим опозданием. И той же аниме студии, что делала от дзумангу, в надежде повторить успех этой самой адзуманги и снова срубить бабла. Соответственно, все черты, что между ними схожи, были специально преувеличены уже при адаптации. А сами манги между собой не настолько сильно похожи. Но те подозрительные сходства между персонажами, что я до этого описывал, там действительно есть. Они были в манге учительского часа еще до того, как ее экранизировали. Так что вполне возможно, что Адзума, как начинающий на тот момент мангака, мог использовать учительский час как ориентир, ведь у нее все же похожая концепция. Но даже этого слишком мало, чтобы обвинять его в воровстве. К тому же, персонажи от дзуманги все равно получились очень оригинальными и живыми. И теоретически возможное заимствование им каких-то отдельных черт для своих персонажей, все равно не отменяет того факта, что он действительно над ними хорошо поработал. Адзуманга действительно была новаторской, и разделила жанр школьной повседневности в аниме и манге на до и после. Простая рисовка. Так она и не лишает Адзумангу эстетики. Ведь главное, чтобы она была приятна глазу. А для этого совершенно не обязательно обладать супер-мега-гениальным скиллом в рисовании. А бывает, что для эстетики это и вредно. Тем более, что представить Адзумангу в сложной рисовке уже невозможно. Ну хорошо, а что там с моралью? Посыл Адзуманги очень простенький и ненавязчивый. О том, как хорошо проводить время с подругами, о том, что не нужно зацикливаться на прошлом, о том, как важно ценить моменты, и всё в таком духе. Это всё максимально очевидно, так что об этом можно было и не говорить. Хотя в наше время, когда все сидят по домам и ни с кем не общаются, а потом удивляются, откуда у них депрессия, это всё-таки может иметь какое-то значение. В любом случае, Адзуманга это очень доброе, милое и вдохновляющее аниме. После просмотра или прочтения Адзуманги просто хочется быть добрее. И хотя этот эффект чаще всего временный, немножко побыть не токсиком никому не повредит. Хотя я, конечно же, знаю, что среди вас, моих дорогих зрителей, никаких токсиков нет. Поэтому Адзуманга, да, вот вы, в общем, можете её не смотреть. К тому же, это ещё не значит, что из Адзуманги ничего для себя вынести нельзя. Ведь порой мы можем найти важные знаки для себя там, где неожидаем их увидеть. Адзуманга это довольно продуманный тайтл. Сами видите, сколько интересных моментов и отсылок я смог в ней найти. И уверен, это далеко не всё. Да, Адзума мог не париться над тем, что о его манге подумают люди, как я до этого говорил. Но над качеством он действительно постарался, и это видно. Как бы то ни было, я не могу судить Адзумангу объективно. Создавалась ли она корыстолюбивыми бизнесменами? Узнали вы о ней с помощью бесчувственных алгоритмов ТикТока или Ютуба? Это не так важно, потому что у Адзуманги есть... Душа. Уж не знаю, кто из подлых японских бизнесменов допустил такое недоразумение. Я почти не стал разбирать, что именно делали сценаристы или аниматоры, или сам Адзума, чтобы поселить в своё творение душу. Какими приёмами они пользовались и каких правил придерживались ради такого результата. Мне хочется думать, что эта душа возникла сама. Но если и существует формула, по которой можно сделать душевное произведение, я не хочу о ней знать. Это может прозвучать странно, но мне не нужно узнавать, как она создавалась. Потому что я сам говорил с Адзумангой. Летом, в 5 утра, когда я не мог уснуть и смотрел её на своём телевизоре. Как выбрать спелый арбуз? Естественно, не словами. Просто не так давно я писал реферат про Мартина Бубера и узнал от него, что такое диалог. Что диалог не обязательно состоится только между людьми. Что он возможен даже с деревом. И уж точно не при помощи слов. А если с кем-то или с чем-то он у вас произойдёт, то вы это просто почувствуете. Не знаю, правильно ли я понял старика, но кажется, тогда я почувствовал, что у меня с Адзумангой, а может быть и с самим Киёхико Адзумой или с создателями саундтрека или аниме, произошёл диалог. И тогда я понял, что обязательно сделаю это видео. Расскажу вам про свой диалог с Адзумангой. Ведь, как писал сам Мартин Бубер, даже между обыкновенным рабочим, который за всю жизнь не прочитал ни одного философского трактата, и, допустим, его инструментом, тоже может произойти диалог. И этот рабочий способен, возможно, описать этот диалог куда лучше, чем любой начитанный интеллектуал. Что ж, надеюсь, я попадаю под категорию этого рабочего, потому что философии я на самом деле почти нифига не шарю. Так что до ютубера, в котором я сейчас подражаю, мне, конечно, ещё далековато. А про Мартина Бубера я узнал случайно. И, конечно, перед тем, как запихнуть ни в чём неповинного философа в своё видео про аниме, я посмотрел про него пару лекций, чтобы освежить себе память и перестраховаться. Всё-таки и возможно, учитывая то, насколько глубокой вещью он видел диалог, называть моё отношение с Адзумангой диалогом, в таком смысле, будет настоящим безумием. Но это, пожалуй, самый лучший и самый поэтичный способ, который я смог придумать для того, чтобы описать свои ощущения, раз уж я взялся их описывать. Да, на самом деле это довольно бесполезное видео, потому что вместо использования реальных теоретических знаний о чём-либо, будь то анимация, режиссура, сценарное искусство или та же философия, я лишь описываю свои чувства, а это самый простой способ, для которого нужно просто немножко вдохновения до желания пографоманить. Хочется верить, что моё восхищение Адзумангой это нечто большее, чем просто нейрон-активейшн при виде милых анимешных девочек. На самом деле, я не случайно тогда промахнулся Адзумангой мимо мусорки. Этим я хотел сказать, что несмотря на то, как Адзуманга в последнее время расфорсилась, на то, как много с ней делают тупых мемов, на то, сколько мерча с ней сейчас продают, на то, что в ней на самом деле нету особого смысла, на то, какая там скудная анимация, из-за чего мне на монтаже приходилось подолгу искать кадры, где они хотя бы двигаются. Несмотря на всё это, Адзуманга не теряет своей души и заслуживает место вовсе не в мусорке, а на моей главной полке, прямо рядом с большой энциклопедией для женщин и этой замечательной книгой из музея Александра Сергеевича Пушкина. Более того, я всё-таки заплатил за неё целых 14 бен Ладенов, а ещё на самом деле мусорка была пустая. Я вынес мусор перед съёмками. Да, конечно, я немножко попробовал побыть Мунлайтером или Кириллом Сойровым из 2015 года и покритиковать Адзумангу, но лишь потому, что не понимал, почему такое простенькое незамысловатое аниме смогло меня так впечатлить. Не хотел признавать, что это получилось у какой-то там бессмысленной повседневки, ведь я думал, что всё это я давно уже перерос. Но оказалось, что нет, это всё ещё возможно. Да, она не несёт в себе глубокого смысла, не раскрывает перед нами внутренний мир автора, как тот же Евангелион, хотя примерное понимание о том, что происходило у Адзумы в голове в те годы, она всё-таки даёт. Но это всего лишь продукт массовой культуры, совершивший прорыв разве что в одном нишевом жанре манги и аниме. А обо всём том, что она привнесла в интернет культуру, я говорил с большой натяжкой, ведь старые мемы и клипы существуют не только с Адзумангой. На русском ютубе ещё никто не делал подробных разборов на Адзумангу, на моё удивление. Так что я посчитал это, если хотите, знаком, что раз уж это место до сих пор свободно, то оно предназначалось для меня. Поправочка, одно видео всё-таки есть, кстати, достаточно милое, но оно было не только про Адзумангу. А, ну так вот, оно предназначалось для меня. Я первый выскажу свои мысли на такую большую аудиторию и так или иначе стану ассоциироваться с ней, с одним из своих самых любимых аниме. Разве это не круто? Мне безумно нравится, с какой стороны Адзуманга умудряется показывать обыкновенную повседневность. После марафона по Наруто в детстве, я жалел, что в нашем мире у людей нет суперспособностей, и какое-то время реальность казалась мне скучной. А после просмотра Адзуманги, даже посещая занятия в универе или гуляя по городу с друзьями, я мог почувствовать себя героем аниме. Значительная часть наших ощущений от жизни зависит от её восприятия. Мы можем видеть повсюду грязь и обман, и в принципе будем правы. А можем наслаждаться хорошими вещами, вроде ясных дней и вкусного чая, и тоже будем правы. Мне кажется, что соотношение плохих и хороших вещей в этом мире никогда особо сильно не меняется. И замечательно, если что-то заставляет нас видеть хороших вещей больше, хотя бы на время. И конечно же, я не могу не отметить саундтрек Кадзуманги, который звучит так трогательно, словно кто-то взял вашу любимую плюшевую игрушку, с которой вы спали в детстве, и превратил её в музыку. Каков итог, друзья, вы спросите? Итог таков. Смотрите то, что вам нравится, и не выпендривайтесь, блин. Но то, что действительно приносит вам удовольствие. Но иногда держите в уме, что ваше любимое увлечение может быть очередной жвачкой и просто праздным времяпровождением, которое не приносит вам пользы. Я не перезываю вас отказываться от неё, ведь и сам не могу. Но если держать это в уме, то может когда-нибудь надоест. С другой стороны, не спешите называть аниме мусором, если это не эрго-прокси и не пытается поднимать сложные моральные вопросы. Ведь всё-таки наша тонкая яблочная кожура над раскалённым хаосом бытия не обязательно должна состоять только из сложных заумных произведений. И даже в таком незамысловатом тайтле, как Адзуманга, тоже можно многое для себя открыть. Главное только захотеть. А если уж совсем хотите получить от Адзуманги пользу, посмотрите её на другом языке, если вы его изучаете. На английском, на немецком, на корейском, в оригинале, на вьетнамском, или мало ли на русском. Она не сложная для понимания, но не настолько брейн-дэд, как детские мультики, которые часто предлагают смотреть на языковых курсах. Сам через такое проходил. Смотрите то, что нравится, но старайтесь иногда переходить на что-то более умное и сложное. И помните, что соус, это всего лишь соус. А ещё, для того, чтобы ровно разделить палочки, нужно медленно потянуть их за кончики. Цените мелочи, и радуйтесь жизни, как Осака. Будьте такими же весёлыми и энергичными, как Тома, такими же ответственными, как Йоми. Занимайтесь спортом, как Кагура. Правильно распределяйте своё время, как Нияма. Любите свою работу, как Кимура Сенсей. Любите окружающих, как Чиотян. Любите, как Каарин. Мечтайте, как Сакаки. И не становитесь такими, как Юкари. И тогда вы будете по-настоящему счастливы. Я не призываю вас смотреть Адзумангу сейчас, или вообще когда-либо. Её надо смотреть, когда захочется, когда настанет время. Вы сами поймёте, если это произойдёт. И всё-таки в ней что-то есть. Спасибо Аой, которая нарисовала превьюшку специально для этого видео, Осаку с белоколой и круассанами, прямо как я попросил. Она также подарила мне вот эти замечательные, эксклюзивные наклейки с Адзумангой. Вы можете написать ей в Телеграм, и она вам их тоже нарисует. И если вы там живёте недалеко, она вам их отправит. Вот. Но это будет стоить, ну, этих, понимаете, да, шекелей. Осака с круассаном, типа, ну, вот, Чича тоже с круассаном. Если вы шарите, как бы, за мои старые видосы, вы знаете, что это такое. Ну и да, это не реклама, а что-то типа нашего совместного мерча или что-то вроде того. Я хз, если честно. Также отдельное спасибо Пони Павару за то, что озвучил Осаку своим аутентичным говором и не побоялся кринжануть вместе со мной. Ну а видео зак...